Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует компания «Видопульс». Я эксперт и врач компании Арчибасова Елена Алексеевна. Тема, которая будет сегодня озвучена на нашем вебинаре, это эндокринная функция такой железы, как надпочечники. И мы поговорим о тех гормонах, которые вырабатывают надпочечники. А в целом, это гормоны, которые можно отнести в такой группе, как гормоны стресса. Наш сегодняшний вебинар является продолжением той темы, которую мы начали и озвучивали в прошлом вебинаре, где мы говорили об эндокринной функции поджелудочной железы. А сегодня мы продолжаем речь по теме эндокринологии и поговорим о гормонах надпочечников. Итак, что же это за железа, где она находится, что она из себя представляет? Надпочечники, ну, судя по их названию, уже понятно, что они находятся где-то над почками. И вот здесь, на представленном слайде, как раз очень хорошо видно, что эта железа очень-очень небольших размеров, железа парная, и на разрезе имеет своего рода такую форму треугольную. И как раз плотно прилегает и находится на верхнем полюсе обеих почек. Посмотрите, железа, можно сказать, крошечная. Вес ее составляет примерно 12 граммов. Но те функции, которые она выполняет, практически контролируют все те процессы, которые происходят в организме человека. Итак, в самом надпочечнике выделяют два слоя, и это очень важно. Два слоя, которые являются, наружный слой, это кора надпочечников, и в основном общую массу железы составляет как раз кора, как вы видите, это примерно где-то 80%. И внутренний слой незначительный, который мы будем называть мозговым веществом надпочечников. Итак, каждое вещество надпочечников, и корковое, и мозговое, выделяет свои гормоны. Посмотрите, корковое вещество надпочечников, в свою очередь, оно не однородное. Оно делится на три зоны. Зоны эти называются клубочковая, пучковая и сетчатая. И, соответственно, каждая из этих зон вырабатывает своего вида гормон. Вот следующий слайд, на котором как раз видна общая схема, гормональная схема надпочечников. Итак, давайте знакомиться, какие же гормоны вырабатываются корой и мозговым веществом. Те гормоны, которые мы сегодня будем с вами разбирать, вы слышали, мы неоднократно на вебинарах и в процессе обучения про них говорили, когда затрагивали все те механизмы, которые обеспечивают развитие стрессовой реакции. Итак, коран надпочечников. Пучковая зона вырабатывает такие гормоны, которые имеют общее название, как глюкокортикоиды. Глюкокортикоиды. И самым распространенным, самым известным гормоном является кортизол. И, может быть, даже если вы не слышали такого названия, как глюкокортикоиды, то наверняка в своей жизни вы где-то когда-то слышали о роли назначения, допустим, где-то в клинической практике стероидных гормонов. Так вот, стероидные гормоны, которые назначаются в терапии определенных заболеваний, это не что иное, как синтетические аналоги глюкокортикоидов, которые вырабатывают наши надпочечники в пучковой зоне. Следующий слой коркового вещества – это клубочковая зона, которая выделяет такие гормоны, которые будут называться минералокортикоиды. И мы сейчас более подробно остановимся на каждом из этих видов гормонов, пока минералокортикоиды. Но само название минерала говорит о том, что эти гормоны как-то регулируют минеральный обмен. И внутренний слой коры надпочечников называется сетчатый, он вырабатывает половые гормоны. Тоже на этом остановимся. Мозговое вещество надпочечников вырабатывает всем хорошо известные гормоны – это адреналин и норадреналин. Итак, начнем с клубочковой зоны коры надпочечников, которая вырабатывает такие гормоны, как минералокортикоиды. Посмотрите, основным минералокортикоидом является такой гормон, который называется альдостерон. Альдостерон – это гормон, который работает в почках. И вот здесь как раз на слайде показана структурная единица почки – это нефрон. И как раз вот в канальцевом аппарате нефрона работает альдостерон, и его задача является в том, чтобы усиливать реабсорбцию натрия. Ну, другими словами, под влиянием этого гормона натрий задерживается в кровотоке. То есть он не выходит посредством мочи из организма, а этот минерал задерживается в кровотоке. Так как натрий – это вещество осматически активное, то, конечно же, вместе с натрием будет в организме задерживаться и вода. Таким образом, альдостерон, гормон надпочников, регулирует объем жидкости в организме. Мы уже с вами знаем из всех тех вебинаров, которые уже были прочитаны, что объем жидкости, который находится у нас в сосудистой системе, он напрямую, так скажем, играет роль в регуляции артериального давления. Таким образом, гормон альдостерон принимает участие в регуляции объема жидкости и, как следствие, в регуляции артериального давления. Если по каким-либо причинам всасывание натрия, захват натрия под влиянием этого гормона будет больше, чем это необходимо, соответственно, воды будет задерживаться в кровотоке больше, и это один из патогенетических механизмов, который приводит к повышению артериального давления. Следующий гормон – коры надпочечников. На нем мы остановимся подробно, потому что он выполняет большее количество функций в организме. Это гормон пучковой зоны, который мы называем глюкокортикоидой. И еще раз хочу сказать, что самым распространенным является гормон кортизол. Кортизол и такой гормон, как кортикостерон. Так вот, это гормоны, которые регулируют все виды обменов в нашем организме. Какие это обмены? Ну, это, конечно же, белковый, жировой и углеводный. Немножечко биохимических, так скажем, механизмов. Мы с вами знаем, что гормон кортизол – это основной гормон стресса. Соответственно, он будет принимать участие в развитии всех стрессовых реакций. Без него никуда. Но, чтобы было понятно, зачем он нам нужен при стрессовых реакциях, мы давайте сначала узнаем, а что он вообще делает у нас в организме. Итак, пойдем по обменам. Первый обмен – углеводный. И вот как здесь написано, такое красивое слово «стимулирует глюконеогенез». Что это такое? Под влиянием этого гормона у нас происходит образование свободной глюкозы. Глюкозы из веществ неуглеводистой природы, допустим, из аминокислот или из жирных кислот. Это к чему приводит? Это приводит к тому, что в крови увеличивается концентрация глюкозы. То есть кортизол – это один из антагонистов инсулина. Значит, его задача – повышать уровень глюкозы крови. И забегая вперед, если мы говорим про стрессовые реакции, это, конечно, организму необходимо. В любой чрезвычайной ситуации глюкоза нужна. Глюкоза – основной источник питания головного мозга, источник быстрой энергии. Если посмотреть, каково же влияние кортизола на белковый обмен, то хочется сказать, что здесь под влиянием кортизола белки разрушаются. То есть этот гормон обладает мощным катаболическим действием. Он разрушает белки нашего организма. Белки соединительной ткани, белки мышечной ткани, хрящевой ткани – они разрушаются. А при разрушении белка образуются составляющие белков – аминокислоты. И вот уже организм из свободных аминокислот, опять же, в условиях каких-то стрессовых реакций, синтезирует белки, которые на данный момент нужны организму. Вот это влияние кортизола на белковый обмен. Если посмотреть, как действует кортизол на жировой обмен, то здесь его влияние исключительно в усилении липолиза. Что означает слово «липолиз»? Липолиз – это распад жиров. То есть под влиянием кортизола жиры в организме распадаются, образуются жирные кислоты, и это обеспечивает большой выход энергии, что также необходимо в любой стрессовой ситуации. Вот, исходя уже из этих метаболических эффектов, глюкокортикоиды можно отнести к гормонам стресса. И, как вы видите, здесь и представлено, что глюкокортикоиды участвуют во всех стрессовых реакциях. Благодаря этим действиям глюкокортикоиды повышают устойчивость организма к действию самых различных раздражителей. Но это еще не все. Глюкокортикоиды и их синтетические аналоги, которые широко используются в медицине, обладают довольно широким спектром действия. Почему их так активно используют, и почему такое большое внимание им уделяется? Помимо всех прочих эффектов, которые мы обозначили, глюкокортикоиды обладают мощным противовоспалительным действием. И относятся к группе так называемых стероидных противовоспалительных препаратов. Есть группа препаратов, которые называются нестероидные, аббревиатура НПВП, к которым относится обычный аспирин. А есть стероидные противовоспалительные препараты, это как раз и есть аналоги гормона кортизола. Мощное противовоспалительное действие, это эффект используется в определенных ситуациях довольно серьезных, когда нужно погасить реакцию воспаления, а обычными, допустим, нестероидными препаратами реакция не снимается. Далее, за счет мощного противовоспалительного действия эти препараты, этот гормон кортизол, они также подавляют и аллергические проявления, так как аллергия – это одна из разновидностей воспалительных реакций. Посмотрите, стероидные препараты, кортизол в нашем случае, угнетают иммунные реакции, обладают иммунно-депрессивным действием. Соответственно, тоже нашли свое применение в медицине, допустим, при трансплантации органов и тканей, для того, чтобы подавить активность иммунных реакций, которая возникает в реакции хозяин против трансплантанта. Вот это те, так скажем, свойства этих гормонов, которые применяются в практических целях. Итак, кортизол – это гормон стресса, который приспосабливает наш организм и помогает переживать различные чрезвычайные ситуации. И без этого гормона ни одна стрессовая реакция не проходит. Внутренний слой коры, мы сказали, это сетчатый. В сетчатой зоне коры вырабатываются половые гормоны, половые стероиды. Это половые гормоны андрогены, мужские половые гормоны, эстрогены, женские половые гормоны. Нужно сказать, что это не основное место выработки половых гормонов. Основное место выработки половых гормонов – это половые железы. Это яички и яичники, где вырабатываются, соответственно, антогены и эстрогены. Но второе место, где вырабатываются половые гормоны, это коронатпочек. Про это тоже нужно знать, потому как еще до периода полового созревания, когда нет такой выраженной гормональной активности, в детском организме все равно есть определенный базовый уровень гормонов, который как раз поставляет сетчатая кора надпочечников. А также, когда завершается период активный гормональный у человека, то базовая секреция половых гормонов, которая происходит из надпочечников, она все равно сохраняется. Поэтому половые гормоны у нас в организме вырабатываются в двух местах. Это половые железы и, соответственно, надпочечники. Теперь переходим уже на мозговое вещество надпочечников, внутреннее. В нем вырабатываются так называемые вещества, общее название которых катехоламины. К катехоламинам относятся два гормона. Это гормон адреналин и гормон норадреналин. Как вы видите, они синтезируются в организме в соотношении 4 к 1. Для синтеза этих гормонов, представленных биохимическая формула, необходима аминокислота тирайзин. Нужно сказать, что эта аминокислота является источником синтеза гормонов щитовидной железы. И эти гормоны, которые синтезируют надпочечники, мы также будем относить к гормонам стресса. Итак, каково же влияние катехоламинов, то есть адреналина и норадреналина, какую функцию они в организме выполняют? Они также влияют практически на все функции, на все виды обмена. Благодаря этим гормонам организм противостоит чрезвычайным условиям, то есть гормоны, принимающие участие в развитии стрессовых реакций. Что же они делают? Под их влиянием происходит активация работы сердца, ну и в целом всей сердечно-сосудистой системы. То есть происходит усиление частоты сердечных сокращений, то есть то, что мы называем тахикардии. Происходит сужение сосудов. А если сопоставить такие два фактора, как учащение ЧСС и вазоконстрикция, сужение сосудов, это опять один из механизмов, который приводит к повышению артериального давления, что также наблюдается при развитии стрессовых реакций. Ну, эти гормоны по-разному влияют на другие, так скажем, внутренние системы. Допустим, если мы посмотрим систему пищеварения, то при большой концентрации адреналина и норадреналина, здесь наоборот будет происходить торможение секреторной деятельности желудочно-кишечного тракта, снижение моторики. Если посмотреть на процессы дыхания, в целом внешнего дыхания, то под влиянием этих гормонов происходит усиление легочной вентиляции, то есть растет минутный объем дыхания. Происходит стимуляция клеточного дыхания, и в целом эти гормоны обеспечивают, так скажем, усиление скорости всех процессов метаболизма. С влиянием этих гормонов происходит возбуждение или активация всех процессов центральной нервной системы, то есть ответных реакций. Возбудимость возрастает. А за счет этого, опять же, происходит приспособление к различным чрезвычайным условиям. Если посмотреть, как ведут себя эти гормоны по отношению к углеводному обмену, что очень важно при развитии стресса, то эти гормоны также являются контринсулярными, то есть благодаря этим гормонам усиливается, повышается уровень глюкозы в крови, так как они способствуют тому, что они разрушают запасы глюкозы в виде гликогена в печени, и образуется свободная глюкоза, которая необходима для питания головного мозга. А в стрессовых ситуациях это крайне необходимо. Поэтому любая стрессовая ситуация, независимо, какими причинами она вызвана, требует максимальной адаптации, максимального приспособления к этим условиям, в которых попал организм. Вот эти гормоны, они как раз и приспосабливают к тем или иным условиям. Теперь давайте посмотрим на общую схему развития событий при стрессорном воздействии. Как вы видите, здесь реакция стрессорного воздействия приводит к тому, что по двум, так скажем, путям, двумя механизмами происходит активация выделения гормонов стресса. С одной стороны это катахоламинов, то есть гормонов мозгового вещества надпочечника, а с другой стороны это гормонов глюкокортикоидов или кортикостероидов. И те, и другие принимают участие в развитии стресса. Еще раз хочу сказать, что стресс – это реакция универсальная, она не специфичная. Соответственно, любой стрессирующий фактор, любой раздражающий фактор приводит к развитию реакций, которые развиваются совершенно одинаково. Итак, давайте посмотрим. Какое-то стрессорное воздействие, неважно какое, способствует активации нервных центров головного мозга. Вся эта информация стекается в железе внутренней секреции, которая также расположена в головном мозге. Называется это железа гипоталямус. И уже отсюда, как мы видим, идет разветвление, раздвоение пути. С одной стороны, гипоталямус отправляет массу афферентных импульсов к мозговому веществу надпочечника и активирует симпатический отдел вегетативно-нервной системы. Про симпатический отдел вегетативно-нервной системы мы много с вами раз говорили, даже в курсах обучения. И говорили, что симпатический отдел вегетативно-нервной системы – это тот отдел, который все активирует, да? Активирует все процессы функционирования. Так вот, нужно сказать, что нервные окончания этого отдела вегетативно-нервной системы выделяют медиатор, который называется норадреналин. Смотрите, здесь выделяется норадреналин. И мозговое вещество надпочечника выделяет гормон норадреналин и адреналин. То есть, а по своему-то действию эти вещества совершенно идентичны. Они будут выполнять одни и те же функции. И реакции в ответ на них будут совершенно одинаковые. Какие? Возбуждающие. Таким образом, в результате активации мозгового вещества надпочечника активируются катехоламины и обеспечивают нам адаптивные реакции. И это то, что развивается в первую очередь. Все, что связано с активацией адреналина и норадреналина – это срочный механизм, быстрый, мгновенный. Выделением этих гормонов организм реагирует сразу же, мгновенно, на развитие любого стресса. Следующий механизм развития событий – это, опять же, через гипоталяму. Здесь система немножко посложнее. Происходит выделение определенных гормонов, которые оказывают свое воздействие на другую железу внутренней секреции, также располагающуюся в головном мозге, которая называется гипофиз. Гипофиз вырабатывает другой гормон, он называется АКТГ или кортикотропин, адренокортикотропный гормон или кортикотропин. Который непосредственно стимулирует кору надпочечников, и те выделяют кортикостероиды, то есть нам известный кортизол, который также принимает участие в адаптивных реакциях. Но стероидные гормоны, они оказывают свой эффект, во-первых, более длительно и не так мгновенно, как это делают катахоламины, то есть адреналин с норадреналином. Ну, теперь немножечко о влиянии этих двух основных гормонов при развитии стрессовых реакций. Итак, под влиянием катахоламинов, как мы сказали, увеличивает частота сердечных сокращений, это способствует повышению артериального давления, повышается, увеличивается нервное возбуждение, мышечное возбуждение, и в целом образно влияние этих гормонов, действие этих гормонов, но в частности адреналина, было охарактеризовано одним словом – беги. То есть как бы организм полностью подготовлен к борьбе и к бегству, к бегству от какого-то чрезвычайного фактора, который заставил эти гормоны вырабатываться. Усиливается работа под влиянием адреналина других эндокринных желез, и в целом стимулируется работа мозга, то есть активируются процессы выделения возбуждающих нервов нейромедиаторов, и поэтому в любой стрессовой ситуации человек начинает быстрее принимать какие-то решения, быстрее думает, принимаются конкретные решения для осуществления задачи, если вот организм находится в каких-то экстремальных ситуациях. И в целом адреналин делает организм более выносливым. Так как адреналин активирует процессы возбуждения, то это, конечно же, сказывается и на психоэмоциональной сфере, и в частности возбуждение проявляется в виде агрессивных реакций. Опять же, все это в зависимости от стадии, да, и от выраженности этой реакции. То есть растут реакции агрессии. И адреналин, как вот вы видите, да, образно называют тяжелая артиллерия нашего организма, который расправляется со стрессом в короткие сроки. Это приспособительная реакция. Что же происходит далее? Следующий гормон – это гормон кортизол, да, гормоны глюкокортикоидов. Вот эта вот боевая готовность, в которую переходит организм во время стресса, приводит к тому, что надпочечники выделяют больше, чем нужно, гормона кортизола. А мы сказали, что делает кортизол. Он увеличивает уровень глюкозы, причем уже более на продолжительные сроки, нежели чем делает это адреналин. За счет распада жиров образуется энергия, которая необходима в любой стрессовой ситуации. Распадаются белки для образования новых, которые необходимы в данном случае. То есть нужно сказать, что это тоже реакция адаптивной, приспособительной. Это все хорошо на данный конкретный момент. Но если, если стресса длительная, продолжительная, как вы видите здесь написано, если человек испытывает состояние постоянной тревоги, постоянных переживаний, то количество кортизола в крови все время высокое. И надпочечники все время синтезируют его больше, чем это необходимо. И вот эти реакции, которые мы говорим, в норме происходят под влиянием кортизола, они теперь происходят практически постоянно. А теперь, если представить, что постоянно в организме повышен уровень глюкозы, если постоянно в организме происходит распад жировых клеток, распад жира, если представить, что идет разрушение белков, а белок – это строительный материал любой ткани, значит, страдают мембраны абсолютно всех клеток, то, конечно же, это отрицательно скажется в целом на состоянии здоровья. Поэтому в малых дозах гормон кортизол необходим. Это адаптер. В больших же концентрациях это является мощным, так скажем, оружием против здоровья человека. И кортизол – основной гормон стресса, и, как правило, любая стрессовая ситуация обусловлена гиперпродукцией этого гормона. И в патогенезе развития многих заболеваний кортизол играет, так скажем, не второстепенное значение. Итак, если гормона кортизола много, человек испытывает постоянное стрессовое воздействие, кортизола много, что же будет? Идет такое перераспределение жировой ткани, что энергии уже столько не нужно, сколько образуется при распаде жиров. И тогда жир в организме начинает перераспределяться. И перераспределяется он очень, так скажем, характерным образом. Жир начинает откладываться в области живота и бедер. Причем это характерно как для мужчин, так и для женщин. Ноги и руки, то есть конечности, при этом остаются худыми. Так вот, характерное отложение жира в области живота, а также в области лица. И такая форма лица еще называется лунообразная. Повышенный уровень кортизола, конечно же, приводит к развитию сосудистой патологии. Такой вот постоянно высокий уровень глюкозы под влиянием кортизола приводит к развитию сахарного диабета. Но сахарный диабет здесь первично будет не патология поджелудочной железы, связанная с недостатком инсулина, а это так называемый стероидный диабет. То есть причина – стресс, выработка кортизола, который повышает уровень глюкозы крови. Идет изменение со стороны работы других эндокринных желез, в частности щитовидные, под влиянием кортизола ее функция подавляется, а соответственно снижаются все метаболические процессы. Так как кортизол подавляет иммунные реакции, мы говорили, в определенных ситуациях это необходимо, то при длительной такой его продукции, гиперпродукции, происходит снижение иммунных сил организма, и такой организм, он становится очень подвержен любым инфекционным каким-то агентам. То есть такие люди начинают очень часто болеть, потому что иммунные защитные механизмы снижены под влиянием опять же этого гормона. Нарушаются циркадные ритмы, нарушаются ритмы сна и бодрствования, сон становится таким поверхностным, человек не восстанавливается после сна. Это говорит о том, что кортизол оказывает возбуждающее влияние на структуры центральной нервной системы. Ну и в целом идет изменение структуры клеточной мембраны, соответственно, возможно, изменение структуры кожи, структуры волос. И таким образом мы будем уже говорить о гормональном сбое, который вызван стрессовой реакцией. Теперь хотелось бы немножко остановиться на проявлении стресса и, соответственно, какое-то влияние оказывает на женский и мужской организм, конечно же, связанное с гормональной активностью. Итак, повышенный гормон стресса – это кортизол, ну и адреналин сюда же можно отнести. Может способствовать тому, что происходит понижение эстрадиола, ну или эстрогенов, женских половых гормонов. И под влиянием стресса, если происходит снижение эстрогенов, то, конечно же, положительно это никак на организме женщины не сказывается. Это приводит к нарушению циклов, менструальных циклов. И нарушения могут происходить по-разному. Либо это происходит удлинение менструального цикла и, соответственно, отсутствие менструации несколько месяцев. Либо это, наоборот, очень обильное и выраженное кровотечение. Это все связано с дисбалансом эстрогенов, но причиной этому является изначально стрессовое воздействие кортизола и адреналина. И вот такие вот нарушения менструального цикла, они могут в целом привести к нарушению всей репродуктивной функции женщины. То есть привести к бесплодию и к развитию раннего климакса. А также оказывает такое вот гормональное истощение плавных гормонов к изменению эмоционально-психического состояния женщины. И приводит это к раздражительности, в целом изменению характера, раздражительности, агрессивности. Вот влияние стресса и женское здоровье. Если же посмотреть на влияние стресса и его воздействие на мужские половые гормоны, то также нужно сказать, что постоянное напряжение и стрессовое воздействие приводят к тому, что снижается уровень свободного тестостерона. Соответственно, все, что с этим связано, да, снижением половой активности, изменение работоспособности, изменение, опять же, психоэмоционального состояния. И, как вы видите, да, на представленном слайде, что гормоны стресса, адреналин, кортизол, они являются убийцами, да, так можно сказать, свободного тестостерона. Вот такое вот проявление на половую функцию стрессового воздействия. Вот этот слайд, который вы сейчас перед собой видите, он красочно демонстрирует, что стресс является причиной развития множества заболеваний. И выделяется целая группа нозологий, которая так и называется психосоматические заболевания, в основе которых лежат стрессовые воздействия, длительные хронические стрессовые воздействия. Посмотрите, стрессовое воздействие приводит к развитию сердечно-сосудистых болезней. И мы теперь уже немножечко даже понимаем, почему, да, потому что кортизол, адреналин, посуды сужены, учащенная работа сердца, активность, активное потребление в метаболитах сердца, любая физическая активность, не хватает питания, соответственно, приводит к развитию сердечно-сосудистой психологии. Стрессовые реакции приводят к развитию кожной патологии. У нас тоже был вебинар в прошлом году, посвященный кожным болезням. И мы говорили, что стрессовые факторы приводят к развитию кожных болезней, допустим, таких как нейродермит, псориаз. Это такие болезни, как проблемы желудочно-кишечного тракта. Даже выделяют такую нозологическую форму, которая называется стресс-язва. Стресс-язва, которая развивается в желудке, в 12-м першнем кишке, на фоне какого-то мощного стрессового воздействия. Ну и масса других заболеваний, причиной которых является стрессовое воздействие. Немножечко про кортизол. Кортизол – гормон, без которого мы жить не можем. Он регулирует все виды обмена. Он обладает адаптивными свойствами в различных чрезвычайных ситуациях. Посмотрите, давайте посмотрим цифры. В сутки вырабатывается примерно 10-30 мг гидрокортизона. Но если идет стрессовое воздействие, то продукция этого гормона возрастает в 250 до 250 мг. То есть практически в 25 раз увеличивается продукция этого гормона. А уже его избыток, соответственно, приводит к тем изменениям, которые мы сейчас озвучили. Кортизол – гормон, который подчиняется циркадным ритмам и в сутки выделяется неравномерно кровь. А максимум его, так скажем, выброса и продукции над почниками происходит в самые ранние часы. Так называемый резкий выброс глюкокортикоидов наблюдается где-то примерно в период от 6 до 8 часов утра. В вечерние часы идет снижение его выброса, его продукции. Теперь немножечко остановимся на тех заболеваниях, которые могут быть связаны с надпочниками. Мы поговорим о недостаточности гормональной горы надпочник. Недостаточность горы надпочников, то есть гормонов, которые мы сейчас озвучили, это глюкокортикоиды, это альдостерон, это половые гормоны, их вырабатывается недостаточно. Это заболевание, которое носит название болезнь Одессона или по-другому в литературе, вам еще можете встретить, название называется бронзовая болезнь. Потому что характерным признаком этой проблемы является гиперпигментация кожи. Кожа приобретает такой коричневый, как бронзовый оттенок, и особенно характерная окраска кожи появляется в местах кожных складках и в местах трения одежды. Особенно те открытые места, которые также еще подвергаются загару. Ну, это не основная, так скажем, проблема этого заболевания. Так как гормонов недостаточно, соответственно, будет наблюдаться мышечная слабость, вплоть до того, что человеку трудно даже передвигаться. Такая вот мышечная остеония. Масса тела, конечно же, будет снижаться, потому что идет гормональная недостаточность, идет стойкое снижение артериального давления, то есть в целом страдает вся гемодинамика. Нарушается функция желудочно-кишечного тракта, происходит состояние, которое мы называем гипогликемия, то есть все проявления, которые обусловлены недостатком этих гормонов. То есть снижается уровень глюкозы крови. Если мы говорим о процессах, связанных с работой центральной нервной системы, то здесь все, что будет связано с нарушением памяти, с развитием депрессивных ситуаций, с быстрым утомляемостью, человек быстро устает, и вот такая вот болезнь, болезнь Дисона, чем ее можно, так скажем, прокорректировать? Здесь только гормональная заместительная терапия. То есть означаются гормоны для того, чтобы восполнить их дефицит. Следующая ситуация обратная, которую мы будем называть гиперпродукцией гормонов коры надпочечников, или другими словами, это называется синдром или болезнь иценко-кушинга. В литературе можно еще встретить такое название, как кушингоид. Но это не что иное, как состояние и оценко-кушинга. Это заболевание, которое может, так скажем, причиной его, может быть несколько, скажем, причин развития этого состояния. Это может быть связано с гиперпродукцией глюкокортикоидов в самом надпочечнике, либо это может быть связано с нарушением регуляции. Давайте я сейчас открою сразу следующий слайд, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Вот глюкокортикоиды, которые вырабатываются корой надпочечников, вот она, кора надпочечников, да, это конечный продукт глюкокортикоидов. Но они подчиняются выработке гормонов, которые вырабатывают у нас гипофизи, это железа внутренней секреции, которая вырабатывает гормон адренокортикотроп. А гипофиз, в очередь, подчиняется еще более высокой инстанции, это гормоны, которые вырабатываются гипоталямусом, вырабатываются кортиколиберины. Вот посмотрите, такая вот трехступенчатая регуляция, гипоталямус, гипофиз, надпочечник. На каждом уровне может произойти сбой. Гипофиз может произойти на уровне самих надпочечников, и они начинают в большей степени продуцировать глюкокортикоиды. Сбой может произойти на уровне гипофиза, нарушается контролирующая функция гипофиза, и он много-много сигналов посылает коре надпочечников. Сбой может произойти на уровне гипоталямуса, который начинает активно стимулировать продукцию гормона АКТГ надпочечником, тот, в свою очередь, способствует выработке глюкокортикоидов. То есть вот такая вот сложная система регуляции у нас в организме, выстроена по продукции глюкокортикоидов. На каждом из этих этапов может произойти нарушение. Так вот, при синдроме оценка Кушинга, эти нарушения проявляются тем, что появляется гиперпродукция кортизола, его много в крови. И, соответственно, если кортизола много, то те эффекты, которые кортизол оказывает, они будут с большим-большим знаком плюс, то есть много этих эффектов будет проявляться. Но прежде всего, это идут изменения со стороны жирового обмена, много гормонов, значит, это отложение жира характерное, как мы говорили, в области живота и лица. Это, соответственно, идет повышение уровня глюкозы крови, изменения со стороны артериального давления. Это вот такие вот проявления, которые связаны с гиперпродукцией. Вот эти проявления в виде осложнения могут быть у людей, которые длительное время принимают стероидные гормоны. Стероидные препараты, о которых мы говорили вначале, то есть аналоги глюкокортикоидов. По какой-либо причине, в зависимости от определенного заболевания, пациенту были назначены заместительная терапия гормонами. И пациент ее длительное время применяет. Концентрация кортизола в крови высокая. И это может проявляться различными побочными эффектами, которые мы сейчас обозначили. Это будет называться как синдром пациентка Кушина. Ну вот здесь, на этом слайде я уже все это озвучила. Но как раз еще раз видно, что при гиперкортицизме это характерная внешность с отложением жира в области лица и живота. Это изменение стороны артериального давления, это атрофия мышц, мышечная слабость. Нарушение минерального обмена, то есть все-таки затронута еще и роль альдостерона. Это приводит к развитию остеопороза, то есть нарушению кальциевого обмена. И у таких пациентов имеется тенденция к развитию частых переломов костей. Если такая ситуация развивается в детском возрасте, то отмечается задержка роста. Если же затронута еще функция сетчатой зоны, то идут изменения, связанные с синтезом половых гормонов. И вот посмотрите, при синдроме цинкокушинга у женщин наблюдается такое состояние, как герсутизм, что проявляется повышенному росту волос по мужскому типу и в целом нарушению менструального цикла. А если эта ситуация проявляет у мужчин, то здесь наоборот идет проявление признаков феминизации. Еще одно состояние, которое связано с нарушением функции надпочек, хотелось бы остановиться буквально в двух словах, потому что это тоже очень большой вопрос. Это так называемый адреногенитальный синдром. Что к адреногенитальный синдром? Ну, нужно сказать, что это врожденная патология, которая наследуется по аутосомно-рецессивному признаку и проявляется она тем, что в организме корой надпочек синтезируется в большей мере половых гормонов. Не глюкокортикоидов, не минералокортикоидов, а идет больший синтез гормонов половых. И причем не половых в зависимости от пола, а в основном преобладают гормоны мужские, то есть идет преобладание андрогенов. Причина – это генетическая поломка в синтезе фермента, 21-гидроксилазы, который переводит предшественники и распределяет эти гормоны как раз в трех направлениях. Это альдостерон, а глюкокортикоиды, половые гормоны. Здесь в результате того, что нет этого гормона, накапливается большое количество предшественников, которые все синтезируются по единому пути, то есть идут в сторону образования мужских половых гормонов андрогенов. Соответственно, это проявляется так называемым адреногенитальным синдромом, в котором выделяют несколько форм, а именно три формы. Но одна из них, так скажем, наиболее часто встречаемая, называется ферилизирующая форма. Ферилизирующая форма, которая обусловлена тем, что проявляется избыточной мускулинизацией, то есть развитием и активным проявлением мужских половых признаков, причем это как у мальчиков, так и у девочек. У девочек это наиболее заметно, потому что у них идет развитие в основном по мужскому типу, очень активно сверхскелет по мужскому типу развивается, мышечная масса по мужскому варианту развивается. И есть варианты, когда идет избыточное развитие половых органов даже сразу после рождения. Там есть различные формы проявления андреногенитального синдрома. Они могут проявляться вплоть до того, что нарушается репродуктивная функция, что касается девочек. В некоторых вариантах репродуктивная функция сохраняется. Это основные нарушения, которые связаны с функцией коры надпочников. Мы буквально познакомились с некоторыми из них. Теперь давайте поговорим о основных индексах аппаратно-программного комплекса и допустим, которые могут нас натолкнуть на мысль о том, что в данной ситуации есть какие-то нарушения как раз функции этой железы. Хочу сразу сказать, что конкретных маркеров, которые мы посмотрели и сказали, что вот здесь вот адреногенитальный синдром, а вот здесь вот недостаточность надпочников, нет. И так мы сказать не можем. Во-первых, необходимо знание анамнеза, то есть какую-то историю развития заболевания, какую-то историю, может быть, развитие жизни, факты развития жизни. Дальше это клинические проявления, это то, что вы видите глазами, и какие изменения, возможно, мы увидим, какие маркеры на педапульсе. Ну, прежде всего, это мы давайте посмотрим на вкладку меридианы. Вкладка меридианы, прежде всего, будет затрагивать изменения по 10-му меридиану. Это меридиан трех обогревателей. Ну, этот меридиан будет находиться, как правило, в истощении. Даже если мы говорим о гиперкортицизме, то все равно система регуляции мы видели сложная, трехступенчатая, и на определенных уровнях происходит все равно истощение механизмов регуляции. Поэтому, как правило, идет истощение по меридиану трех обогревателей. Ну, здесь мы не можем более так вот подробно сказать, где конкретное истощение, но, как правило, истощение идет по нижнему обогревателю, который как раз и обеспечивает функциональную активность на почечниках, нижний обогреватель. И, как правило, идет изменение сопряженного меридиана. Это изменение идет по меридиану восьмому. Это меридиан почек. Как правило, он вовлекается в процесс, если есть изменения, связанные с регуляцией обмена жидкости, то есть как раз роль тех минералокортикоидов, которые способствуют сохранению, либо в введению соли, то есть натрия и воды из организма. Вот два меридиана, которые являются такими своего рода маркерами при всех имеющихся фактах, если их сопоставить, которые могут нам подсказать о том, что здесь есть изменения со стороны функции надпочек. Следующая вкладка – это вкладка «Недана субдоша». Но, опять же, если говорить конкретно про «Недану» и вкладку «Субдошу», то здесь нужно оговориться, что конкретно патологию надпочников мы можем смотреть через призму конкретного типа конституции. И вот здесь уже будут определенные диагностические маркеры. Ну вот я привожу в качестве примера тип конституции, как вы видите, это капха преобладает. И у данного человека есть проблемы с эндокринной патологией. И при капха типе конституции будут изменения по оваламбако субдоша. Посмотрите, оваламбако субдоша находится в мощном напряжении. Ну это вот я привожу конкретный пример именно для капха типа конституции. Более подробно конкретные диагностические маркеры вы можете узнать из курса лекции Олега Викторовича Сорокина, который назывался «Девять типов конституции». И вот там Олег Викторович очень подробно рассказывает о различных проявлениях и диагностических маркерах при разных ситуациях. Все объятие. Ну я не в состоянии, поэтому мы вот берем какой-то конкретный случай, связанный, допустим, с капха. Еще раз говорю, при капха, будут изменения по оваламбако капха субдоши. Если посмотреть на недану тхату, то здесь, возможно, будут изменения, связанные с шукра тхату. Шукра тхату, как вам известно, это ткань, которая отвечает за репродуктивную систему. Поэтому, если есть и втянут в процесс изменения функции половых гормонов, то, как правило, шукра тхату будет реагировать. Ну, в данном случае привожу пример, когда эта ситуация несколько находится в состоянии напряжения. Так как мы говорим сегодня о гормонах стресса, и вообще постоянно, да, вот когда, ну, общаемся, да, с вами, когда занимаемся обучением, либо отвечаем на какие-то ваши вопросы, проводим вебинары, то мы постоянно говорим о роли стресса. И давайте посмотрим, да, что согласно Аюрведе стресс – это состояние, при котором ум выходит из равновесия, да, это вот так вот аюрведическое определение. Если посмотреть на точки зрения духовной Аюрведы, то посмотрите, стресс наступает от поведения вопреки универсальным законам природы, использованием человека интуиции для того, чтобы увидеть то, что ему нужно, вместо того, что он хочет. То есть вот оно, рассогласование, да, видим то, что нужно, не видим то, что нужно, а видим то, что хотим. И вот в духовной позиции устранение сопротивления потока жизни, вот это вот сопротивление потока жизни, оно и приводит к стрессовым ситуациям. Стресс у представителей различного типа конституции, он проявляется несколько по-разному, несмотря на то, что реакция универсальная, то, соответственно, посмотрите, если мы говорим о вата-типе конституции, то у представителей данного типа, конечно же, стресс будет связан с возбуждением ваты, это связано с тревогой, испугом и в целом такой невротической тревожностью. Если же мы говорим о проявлении стресса для представителей ПИТа типа конституции, то для представителей ПИТа типичная реакция на стресс – это гнев. И вообще, да, гнев – это характерная реакция для представителей ПИТа, и отсюда характерные заболевания для представителей ПИТа – это язвенный процесс, Язва стресса, про что мы говорим, язвенный процесс, это развитие гипертонии, это в целом развитие язвенных процессов, связанных с патологией желудочно-кишечного тракта. Если же мы говорим о проявлении стресса для представителей КАПХа, то посмотрите, стресс, в частности, повышенная концентрация кортизола подавляет функцию щитовидной железы, это одно из действий кортизола в гиперпродукции. И, соответственно, происходит замедление всех процессов метаболизма, то есть замедляет обмен веществ, очень характерный для развития патологии по КАПХа типу, повышается содержание глюкозы крови и развиваются ситуации, которым еще не диабет, но преддиабетическое состояние, которое мы разбирали на прошлом вебинаре. И представители КАПХа конституции, как правило, пытаются чем-то загладить стресс, а заглаживают они его, как правило, едой. Поэтому есть такое выражение «заедают стресс». Так вот, заедать стресс наиболее характерно для КАПХа типа конституции, а так как в условиях замедленного метаболизма на фоне стресса, это приводит к тому, что увеличивается масса тела. Такие вот самые разнообразные проявления стрессовых реакций у различных типов конституции. Как бороться со стрессом? Ну, как бороться со стрессом, на это, наверное, можно посвятить целый курс вебинаров. И многие из вас знают различные, все, наверное, из вас знают различные методы борьбы со стрессом. Сюда относятся, конечно же, и занятия йогой, и различные дыхательные практики, релаксирующие методики, и прием каких-то, возможно, фито препаратов, БАДов, аромов и так далее. Я хочу остановиться в завершении сегодняшнего вебинара и, с одной стороны, еще рассказать и познакомить с дыхательными практиками, которые можно активно применять, используя модуль биоуправления. Опять же, вот в аппаратно-программном комплексе «Видопуль». Все вы прекрасно знаете про этот модуль биоуправления. Мы рассказывали про него и в наших мастер-классах, как правильно дышать и как контролировать свой уровень стресса. Но сейчас наверняка вы знаете, что вышло обновление программы «Видопульс» и появилось два новых модуля. Соответственно, изменяя свое дыхание, правильно человек дышит, контролирует свое дыхание. В первом случае он заставляет своим правильным дыханием и релаксацией поднимать камни. И при правильном, так скажем, расслаблении, правильной релаксации дыхания камни поднимаются. Это говорит о том, что человек дышит правильно и ему удается снижать индекс стресса. А во втором случае гармония хаоса нужно из мелькающих перед человеком точек, за счет правильной регуляции дыхания, собрать определенную фигуру в виде шара различного цвета. И вот посмотрите, это исходное значение. Показатель стресса 673. Высокий. Находится, соответственно, уже в красной зоне. И давайте посмотрим следующий слайд. При правильном дыхании удается оторвать камень. Это говорит о том, что человеку удается расслабиться и снять стрессовое напряжение. На второй карантинке при ситуации гармонии хаоса удается собрать вот эти мелькающие точки в единую фигуру, фигуру красного цвета. Это говорит о том, что удалось восстановить нижнюю чакру красного цвета. И при правильной релаксации, опять же, наблюдаем, что произошло с уровнем стрессового напряжения. Уровень стрессового напряжения снизился. И по сравнению с предыдущим стал 286. То есть вот одна из методик, которую можно активно использовать в своей практике, в своей жизни по работе со стрессовыми ситуациями. Это методика биоуправления. Вот это все, что я хотела вам рассказать. Всем большое спасибо. И теперь я смотрю вопрос. Галина задает вопрос. Какие анализы надо сделать, чтобы проверить состояние надпочек? Ну, исходя из тех механизмов регуляции, нужно посмотреть уровень гормона, который называется АКТГ. Адрена-кортико-тропный гормон. Это основной гормон, который контролирует работу коры надпочек. И в зависимости от его показаний, можно уже судить либо о гипер, либо о гипо-функции глюкокортикоидов. Так как, сейчас я вернусь к этому слайду. Так как система регуляции осуществляется по принципу обратной связи. Вот, да, картинка, посмотрите. Вот, гипофиз выделяет у нас гормон АКТГ. АКТГ контролирует работу гормонов коры надпочек. Принцип обратной связи. Если этих гормонов много в крови на периферии, глюкокортикоидов очень много, то по принципу обратной связи гипофиз начинает меньше вырабатывать адренокортико-тропного гормона. То есть, если адренокортико-тропный гормон будет ниже нормы, это говорит о том, что глюкокортикоидов, то есть гормонов коры надпочек на периферии, много. И наоборот. Если адренокортико-тропного гормона много, то есть он несколько раз повышен, это говорит о том, что гормонов коры надпочек, стероидных гормонов, наоборот, меньше, чем это. Принцип обратной связи. То есть, основной гормон, который можно посмотреть и проанализировать функцию надпочек, это АКТГ. Если вопросов больше нет, всем большое спасибо. Приглашаю на наши следующие вебинары. Спасибо, Галина. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok